В Бердске состоялся интенсив для предпринимателей. Приглашенные эксперты рассказали участникам встречи о том, как сохранить прибыль и масштабировать бизнес. Мероприятие стало источником новых знаний и, самое главное, местом знакомства с людьми, близкими по духу. Инициатором проведения интенсива и его организатором стал Медиахолдинг ТВК. На бизнес-интенсиве собирались предприниматели Новосибирска, Бердска и Скетима. У каждого участника мероприятия своя цель, но их объединяет желание найти новых партнеров и клиентов. Обменяться опытом, составить коллаборации с другими брендами и, конечно же, послушать сильных экспертов. Инициатором проведения интенсива и его организатором стала директор телеканала ТВК Ольга Казицына. С организатором выступила руководитель маркетингового агентства соавтор Ксения Дзевяткина. Цель данного мероприятия была дать пользу бизнесу, дать новую информацию, дать новые инструменты для развития бизнеса, для развития личности. И самое главное – это знакомство. То есть обзавестись новыми личными связями и партнерскими отношениями. Коллаборации и партнерские отношения – это самое ценное сегодня. Причем для достижения бизнеса, бизнес-задач, бизнес-целей как с одной, так и с другой стороны. Мне очень нравится знакомиться с новыми людьми. Я сегодня нашла новые контакты. Здорово всегда иметь новые знакомства, новых партнеров. Планирую запартнериться с кем-то для привлечения девочек в наш женский клуб. Все проблемы с бизнесом в голове. На бизнес-форуме работали не только с техническими аспектами ведения бизнеса, но и много внимания уделяли психологии, а именно формированию денежного мышления. Бизнес-психолог и коуч Елена Коровина поделилась, чем заключается ключ успеха для увеличения финансового результата предпринимателя. У нас есть какие-то цели. Мы забываем мечтать. Самое важное, пожалуй, это когда мы чего-то хотим. У нас есть горящие глаза, у нас есть фантазии о будущем. Мы ждем чего-то. И самое большое, самое классное – это мечтать и действовать, реализовывать те мечты, которые у нас есть. То есть, пожалуй, самый большой ключ успеха завязан в том, чтобы чего-то захотеть и это в итоге реализовать. Это самая большая победа. Участники интенсива узнали актуальные веб-хаки и фишки, которые стоит привнести в развитие бизнеса уже сегодня, чтобы увидеть дальнейшие точки роста. Сейчас, в нынешнее время, очень актуальна информация именно про движение. Когда соцсети одни уходят, другие приходят, тот момент, когда люди начинают метаться, нужна ли им эта услуга, например, да, или товар определенный, или не нужен, и как руководителю, как предпринимателю действовать в данной ситуации, то есть как двигаться и так далее. На сегодняшнюю конференцию я приехала за спикерами. Я знаю спикеров, и мне было очень интересно их послушать. И самое интересное, и на сегодняшний день продуктивное, это именно партнерство и коллаборации. То, что я использую и планирую использовать в ведении бизнеса далее. Спикер мероприятия, маркетолог Элина Пыхалова рассказала, какие основные ошибки совершает микробизнес в новых реалиях, и что нужно сделать для того, чтобы масштабировать свое дело. Самая первая, наверное, классическая ошибка во все кризисы, это то, что останавливают бюджеты на рекламу. То есть режут либо в ноль, либо там сводят к минимуму. Этого сейчас нельзя делать, наоборот, нужно увеличивать бюджет, либо, по крайней мере, не останавливать, потому что деньги нам приносят не менеджеры, не офис, деньги приносят покупатели. Часто распространенная ошибка предпринимателя, они не считают, сколько обходится новый привлеченный клиент, сколько обходится новая открывшаяся точка розничная, сколько обходится продажа товаров на маркетплейсах, все считаем, все анализируем, смотрим, хватает ли нам ресурсов и какие ресурсы нам нужны. И только после этого подходим к масштабированию. В зависимости от вида деятельности компаний и способа коммуникативной стратегии, каждый участник бизнес-форума получил собственные инсайты. Например, о том, как продвигать свой бизнес в социальных сетях в новом формате. Этот переход от одной социальной сети к другой – это вот для нас какая-то проблема. Мы не хотим потерять наших клиентов, хотим приобрести еще более новых, и вот поэтому будем стараться для этого и пользоваться именно информацией от Лины. Много было полезного, и да, я действительно хочу от нее консультацию лично. После основной части мероприятия на кафедрейке спикеры и участники бизнес-форума за личными беседами делились друг с другом впечатлениями от новой информации. Кто-то начал внедрять полученные рекомендации уже на месте, найдя партнеров для коллаборации и будущих клиентов.